Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Виталий Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Космические спутники и электрокары. Искусственные изумруды и белорусский ноутбук. Более 150 предприятий и 400 экспонатов. В Бресте в легкоатлетическом манеже проходит масштабная технологическая выставка «Беларусь. Интеллектуальные регионы». С белорусскими инновациями и современными технологиями в числе первых познакомилась Евгения Мороз. Брест «Здоровый город». В областном центре стартовал новый проект от Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Первыми приняли большую акцию школьники 5-й школы и гимназии номер 3. Блюстители порядка, хранители чистоты, стражи комфортной жизни горожан. 26 марта отмечают свой профессиональный праздник работники жилищно-коммунального хозяйства. С сотрудниками скорой коммунальной помощи службой 115 познакомилась Анастасия Мелешкевич. В областном центре дан старт большой экологической акции по благоустройству. Одно из первых мероприятий приурочили к Всемирному дню водных ресурсов. Сотрудники Комитета природных ресурсов и окружающей среды провели акцию в акватории в пойме реки Муховец. Нам по 65-45, мы вместе. В выставочном зале областного общественно-культурного центра открылась выставка Светланы и Геннадия Вяль «Корунковая история». В эфире программа «Итоги недели». Говорим о важном и актуальном. Более 150 предприятий и 400 экспонатов, из которых треть – представители Брестской области. Это все Беларусь интеллектуальные регионы. Масштабная технологическая выставка экспонируется в городе Надбугом. Брест подытоживает большой экспозиционный праздник науки и инноваций, который начался в столице в январе и состоялся во всех областных центрах. Космические спутники и электрокары, искусственные изумруды и белорусский ноутбук. Есть чем удивить и чему удивляться. Подробности у нашего корреспондента Евгения Мороз. Научное исследование – драйвер развития любой страны. Помимо фундаментальных исследований, важное направление – практика, ориентированность и воплощение новых решений, промышленное и поточное производство. Выставка «Беларусь интеллектуальные регионы» – демонстрация того, как из исследований, которые проводятся в научных кругах, реализуются реальные проекты. Здесь разработки флагмана науки ученых НАН Беларуси, учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций, страны технопарков. Сотрудничество с учеными Российской Федерации и Китая. Треть выставки – исследования, проведенные в Брестском регионе. Что касается непосредственно Брестской области, города Бреста, нас сильнейший технопарк. Это основа. Я сегодня в своем посещении наших стендов делаю именно для Бреста. Это наш именно парк, потому что это самые умные люди, это самые передовые. Они драйверы сегодня многих движений, непосредственно экономического направления, это импортозамещение и так далее. Но треть выставки сегодня – это наши брещане, которые сегодня выступили от наших университетов, клинических, наших больниц. И диспансер, санкологического диспансера, в том числе наши, так сказать, растеневоческие предприятия, которые сегодня занимаются и селекцией, и размножением семян. И оно видно то, что сегодня наука работает, она имеет результат. Экспозиция организована по классному принципу. Искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника, индустрия 4.0, инновационное приборостроение, обороноспособность, военная наука, агропромышленный комплекс. Брещину по праву можно считать регионом с высоким научным потенциалом. У нас располагаются 4 университета и 2 технопарка. Наша область активно участвует в реализации проектных в рамках государственных программ. Так, программе инновационного развития из 78 проектов по всей республике, 17 – Пресского региона. Брещина участвует в реализации 11 проектов в рамках научно-технических программ. Это проекты в отраслях агро, ну, скажем так, сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, нужно отметить, что только Брестский регион реализует свою собственную программу регионального инновационного развития. Поэтому говорить о том, что Брещина действительно обладает потенциалом, это совершенно верно. Мы все сегодня понимаем, что все то лучшее, что делают наши ученые, все наши лучшие и значимые разработки должны быть использованы в интересах национальной экономики, в том числе в решении вопросов импорта независимости нашей страны. Активный вклад жителей региона вносит и в производственную безопасность страны. Развитие агропромышленного комплекса в приоритете в Беларуси. На стендах не только новые образцы машиностроения, но и семеноводческих, перерабатывающих и производственных предприятий. Задача едина – качественное импортозамещение. И здесь белорусские ученые знатно преуспели. Картофель мы выращиваем, начиная с пробирки, то есть представленные образцы картофеля, кстати, новый сорт мастак, новой белорусской селекции, ну и заканчивая полностью уже клубнями для производства. Следующее наше направление – это, как я сказал, зерновые культуры, то есть представлены основные культуры – чумиза, соя, суданская трава, люпин белый, то есть культуры, которые идут и для импортозамещения. Большим блоком на выставке представлены оказания специализированной помощи. Флагманами в этом направлении в нашей области можно смело назвать Брестскую областную клиническую больницу и Брестский областной онкологический диспансер. На выставке можно было пройти мобильный скрининг, дермотоскопию новообразований кожи и УЗИ молочной и щитовидной железы. И такие превентивные методы зачастую помогают избежать осложнений и найти заболевание на ранней стадии. Сегодня мы можем представить возможности вот такой мобильной диагностики, когда мы можем с небольшим набором легкой аппаратуры, но хороших специалистов выехать на предприятие, в регионы и вот так вот, скажем, в виде каких-то акций провести обследование достаточно большого количества пациентов. Уже есть такой опыт, когда мы выезжали за 2-3 дня, обследовали до тысячи пациентов по различным направлениям. От ноги региональной к республиканской среди экспонатов множество стендов на Анбеларуси. Например, искусственные ювелирные камни. Путь из-за травки из бериллия до полноценного изумруда проходит от 3 до 4 месяцев. При этом отличить настоящие камни от искусственно выращенного можно лишь при пристальном изучении в лаборатории. Поэтому экономический эффект работы очевиден. Природный, во-первых, нужны ресурсы для того, чтобы его добывать. Во-вторых, цена природного, чтобы его купить за карат, может достигать до 2,5 тысяч долларов. Цена за карат нашего камня где-то 50, 60, 70 долларов в зависимости от огран. Это уже граненого камня, 50, 70 долларов. То есть разница видна, ну, очевидно. У нас много покупают и иностранцев эти изумруды, делают с ними ювелирные изделия. То есть вот вы видите, что огранка, она такая же, как и у природного камня. И его можно использовать в ювелирном деле точно так же. Машиностроение и военная промышленность. Прототип белорусско-российского спутника, оригинал которого в ближайшее время выйдет на орбиту. Беспилотные дроны для разведки, беспилотные трактора, системы виртуальной реальности. На выставке представлены белорусские электрокары. Это стендовая модель. Она используется для испытания электросиловых установок, батарей и электродвигателей на тренировочном полигоне. Над проектом работает, модернизирует его уже на протяжении двух лет. Запас хода у электромобиля 270 километров. Если сейчас о выходе на производственные масштабы пока речи не ведется, то в целом это очень перспективное направление. Полностью белорусское программное обеспечение, полностью все белорусские разработки, он на 90% состоит из белорусских компонентов. Это очень популярное направление. Я считаю, что оно будет развиваться и получит еще больше развития, будет больше электромобиля Белоруссии. Большой технический комплекс представлен и на входе в Брестский легкоатлетический манеж. Выставка продлится все выходные. Время работы с 10 до 19.00. Евгения Мороз, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для итоговой программы. И еще об одном старте. Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии это коллектив креативных и продвинутых людей, которые не только обледут санитарные состояния нашего города, но и ответственно относятся к сохранению здоровья брещан. А потому именно от них уже на протяжении не одного года исходят инициативы по проведению различных акций, пользующихся несомненным интересом у населения. Здоровое сердце – залог успеха. Мой выбор – жить с позитивом. Правильная осанка – залог здоровья. Школа – территория здоровья. Коронованный вирус на время планы многих нарушил, но все проходит, прошел и он. Возобновляются и инициативы. На этой неделе дан старт проекту «Брест – здоровый город», который первыми встречали школьники пятой школы и гимназии номер три. Приобщилась к здоровому образу жизни наш корреспондент Анастасия Мелешкевич. Брест по праву считается одним из лучших и красивейших городов нашей страны. И мы с гордостью говорим, лучше Бреста нету места. В красивом городе должны жить красивые, счастливые и здоровые люди. А потому на протяжении многих лет сотрудники зонального центра гигиены и эпидемиологии стараются заботиться о крепости духа и тела брещан. Многочисленные акции здоровья – тому подтверждение. Как их продолжение – проект «Брест – здоровый город». Проект многоплановый. Он охватит практически все население областного центра. Проект «Брест – здоровый город» реализуется с 2022 года. Было принято решение Брестского госполкома в 2021 году расширить этот проект. У нас ранее реализовывался проект в Ковалево в микрорайоне несколько лет. Ну и довольно успешно. И было принято решение расширить этот проект до масштабов города. Ранее проводилось много различных мероприятий, акций. У нас реализуются так называемые блоки. То есть много профилактических, порядка более 10 профилактических проектов в городе Бресте. И вот сегодня мы проводим первую акцию после пандемии COVID-19. Ранее мы практиковали такого рода мероприятия в школах, на предприятиях города Бреста, в микрорайонах. И вот сегодня первое такое мероприятие проводится у нас в гимназии номер 3 и в средней школе номер 5. В рамках данного проекта мы очень рады, что оказались первыми. И действительно, это массовое мероприятие, которого мы очень ждали и очень готовились. Как мы относимся к здоровью, зависит наше будущее. Поэтому с самых ранних лет мы стараемся прививать детей именно такое отношение здорового образа жизни, чтобы формировалась эта ценность. Два учебных заведения, школа номер 5 и гимназия номер 3, первыми приняли участие в акции, которая в первую очередь направлена на детей и на педагогов. Одним словом, организаторы постарались сделать акцию по максимуму. Так в пятой школе говорили о питании. Сегодня подход к питанию школьников под пристальным вниманием. Изменены формы и методы питания в школах. А потому на акции участникам продемонстрировали блюда для дегустации, которые внедрены в меню при реализации пилотного проекта. Взрослым важно, чтобы еда для их детей была полезной, разнообразной и доступной для любого родительского бюджета. А для ребенка главное, чтобы еда была вкусной. На акции в пятой школе детям были представлены от Савушкина продукты и молочные коктейли с различными вкусами – фисташками, бананами, клубникой. От берестейского пекаря мальчишки и девчонки попробовали свежую выпечку и блины с начинкой. Каждый остался доволен. Мне очень понравились пельмени и сырок, а еще очень вкусный топ. И мне еще понравились чипсики из хлеба. Мне понравились йогурты, сырок мне понравился, там сок был, сухарики мне понравились, кукорожные палочки понравились. Мне вот понравились те вот хлебные сухарики, они очень вкусные были. И мне тут новый топ не очень был, с фисташкой и кокосом. И мне еще понравился мишка, он пушистый. Мы знали, что мы пришли к деткам, мы знали, что здесь будет очень много людей, очень большая такая движуха, мы готовились к этому. Мы привезли специально самые сладкие наши новинки, всю нашу новую линейку топ, сырки, коктейли. И вот как раз наша такая целевая аудитория. И дети в восторге, и мы этому очень рады. На базе пятой школы говорили не только о здоровом питании, но и о правильной осанке. А все потому, что почти все современные школьники ведут пассивный образ жизни. От шести до восьми часов в день они проводят в школе за партой, а приходя домой, сидят за выполнением домашних заданий либо за компьютером. В результате каждый второй школьник страдает нарушением осанки. Для того, чтобы удостовериться, что спинка ровная и нет никаких отклонений, врач-хирург-ортопед Евгений Новосадский провел консультацию в школе. До 16-18 лет растет. И в этот период позвоночный столб должен держать мышечный корсет. Если этого мышечного корсета нет, естественно, в связи с ростом изменения позвоночника будут происходить. Привез к тому, что как человек сидит, читает, занимается и тому подобное, это, естественно, приводит к тому или иному отклонению от оси позвоночника. Или сколиозом, или вот то, что кифоз, то, что народ называет сутулостью. Для этого существуют такие проекты, чтобы, скажем так, там, где есть какие-либо отклонения, информация в конечном итоге до мамы, папы, ну, родителей, скажем так, ребенка в конечном итоге дошла. Во время акции консультацию кардиолога, врача-офтальмолога и эндокринолога, а также диагностическое узи щитовидной железы и ЭКГ учащиеся могли получить на базе третьей гимназии, где при необходимости юные пациенты могли быть направлены на внеочередное дополнительное обследование в организации здравоохранения города Бреста. «Очень хорошо, что у нас есть такие акции. Во-первых, это популяризация здорового образа жизни, профилактика заболеваний, ну, и старт для диспансеризации населения. У нас есть сейчас мощная законодательная база о диспансерном обследовании взрослых и детей, поэтому мы об этом тоже говорим. УЗИ щитовидной железы у нас тоже достаточно близкой области актуальная тема, потому что очень много случаев нехороших болезней, которые, кстати, прекрасно лечатся в наше время, успешно и на сегодняшний день мы с этой задачей справляемся». Для учащихся 10-11 классов и педагогов также была представлена выставка лекарственных препаратов, витаминов, минеральных комплексов, направленных на профилактику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы. «В нашей школе проводится такое впервые, для нас это такая приятная неожиданность. И, получается, я сегодня узнала, что этот проект разделен на четыре площадки. Одна из них посвящена здоровому питанию. Получается, у нас были представлены разные продукты от Савушкина, Брестского пекаря, и мы могли все это бесплатно продегустировать. И также я знаю, что проводятся мероприятия по улучшению здоровья, то есть были приглашены различные врачи, и я бы тоже хотела принять в этом участие. Я считаю, что это очень полезно и здорово, что в школах такое организовывается». Такая масштабная акция может стать хорошим началом для формирования здорового образа жизни у брещан, чтобы название проекта «Брест – здоровый город» было не просто озвученным, а соответствовало реальности. Сегодня по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день памяти жертв рабства и работорговли. Кажется, что эти понятия канули в лету и имеют исключительно исторический контекст, но это, увы, не так. Современная эксплуатация может иметь различные формы. Сексуальная, трудовая, изымание органов и незаконная трансплантация и многие иные. Раскрытие преступлений и помощь жертвам. Такая работа ведется и в нашей стране. Тему продолжит наш корреспондент. Увидела объявление, требуются как бы работники в России. Так. Позвонилась, предложили, как бы все, назначили встречу, уехали. Ну, как бы так получилось, как бы месяц не оплачивалось. Второй месяц начали требовать деньги. Ну, а то это как бы не проходило. То есть начались угрозы со стороны российских работодателей. Удержала на то, что документы, то есть паспорта нам не все не возвращено. В данном случае женщина на поиске финансов вынудила развод и большая сумма платежей по кредитам. Эта история лишь одна из многих, которую слышали специалисты клуба деловых женщин. Только за прошлый год за помощь и сюда обратились 20 человек. Из них шесть – жертвы трудового рабства. Проказал, нет, второй, и денег никто не оплачивал. Потом в конце… Ну, у меня лично такая ситуация сложилась, что паспорт прописпекал, то есть выросли, но пополам как-то вырывались и, получается, уже в Беларусь закрались как бы своим ходом. То есть вам так и не выплатили зарплату? Нет, так и не выплатили, так и не нашли, как говорится. А, документы удалось забрать, но к этому времени ваш паспорт уже был просрочен, да? Да, паспорт был просрочен. Завершение этой истории также достаточно распространенное. Изымание документов, неисполнение обязательств и злоупотребление полномочиями, ненормированный рабочий день и недостаточный уровень социально-бытовых условий и питания, угрозы – это и многое другое, с чем сталкиваются жертвы трудовой эксплуатации. И механизм новых работорговцев крайне прост – изъять паспорт и поставить сработника в максимально уязвимое положение. В нашей стране помощь таким людям оказывается в рамках Международной организации по миграции в Республике Беларусь. Что касается помощи, то она адресная и оказывается в каждом регионе. В данной категории граждан мы оказываем большой пакет помощи. Смотрите, это встреча в аэропорту и на железнодорожном вокзале ИИЛИ, предоставление временного убежища, организация бесплатного медицинского обследования и лечения, юридическая и психологическая помощь и материальная помощь – это приобретение продуктов питания, средств гигиены, предметов одежды и обуви. Также мы работаем с семьей потерпевшего, если возникает в этом необходимость. Торговля людьми с целью эксплуатации труда, сексуальной эксплуатации, репродуктивное рабство и незаконная трансплантация органов и тканей, попрошайничество, изготовление и распространение порнографических материалов, вовлечение в преступную деятельность. У современного рабства множество форм. Из-за пандемии говорили, что вот сейчас задержки, задержки с выплатами, еще много разных случаев для того, чтобы задержать зарплату. Люди остаются зависимы, никуда не могут выехать. В некоторых случаях бывает так, что этих граждан даже удерживают в том смысле, что они находятся в закрытой территории, за забором, на входе охрана. Им просто не разрешено покидать место своей работы. Допустим, их один раз в день кормят, в остальное время им привозят там батон, чай и не более того. Люди очень скудно питаются. Через два месяца, когда у них силы уже на исходе, этих людей могут просто вывезти и выбросить за территорию. Да, у нас такие случаи, к сожалению, были. Иногда истории принимают и более криминогенный характер. Были у нас такие случаи, когда гражданин Республики Беларусь пострадал в Москве, его вообще пытались убить, скинули под поезд. Частичная ампутация стопы, пришлось его здесь встречать со скорой помощью, мы организовали для него медицинскую помощь, лечение в больнице, оперативное вмешательство. И далее нам пришлось устраивать его на проживание, на социальную койку в больницу. В нашей стране действует бесплатная национальная горячая линия по безопасному выезду, пребыванию за рубежом и противодействию торговли людьми. Специалисты линии могут проконсультировать по вопросам трудоустройства, обучения, законной миграции, знакомства и заключения брака, безопасности несовершеннолетних. На национальную линию в год поступает более 5000 звонков. Горячая линия по безопасному выезду, пребыванию за рубежом и противодействию торговли людьми. Слушаю вас. И это тот случай, когда один звонок в состоянии обезопасить и себя, и своих близких. Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы продолжаем. Работники жилищно-коммунального хозяйства 26 марта отмечают свой профессиональный праздник. Дворники, слесари, сантехники, плотники и огромное количество людей других профессий в этот день принимают поздравления. Ведь невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Но если что произойдет, скорая коммунальная помощь придет на выручку. Ведь жилищно-коммунальное хозяйство начинается именно здесь, со службы 115. О том, по каким вопросам обращаются в службу, как принимаются заявки, куда направляются, на эти и другие вопросы ответы в сюжете Анастасия Мелешкевич. Нашу современную жизнь трудно представить без слаженной и круглосуточной работы многофункциональных служб и подразделений жилищно-коммунального хозяйства. Работа в системе ЖКХ всегда считалась непростой, ведь коммунальники не знают праздников и выходных. Исправно работающий лифт, отремонтированные подъезды, убранные территории города мы воспринимаем как должное. Мы пользуемся жилищно-коммунальными услугами ежедневно и не замечаем, что за этим всем стоит нелегкий и кропотливый труд. А вот в службе 115 об этом знают все. Именно здесь, в областном контакт-центре со всего Брестского региона принимаются заявки по той или иной проблеме. Здравствуйте, служба 115. Слушаю вас. Что у вас случилось? Скажите фамилию и имя отчества ваше. Адрес. Хорошо. Заявка ваша принята. Ожидайте. 15 октября решением Брестского облсполкома в составе Брестского областного монетарного предприятия управления ЖКХ был создан единый областной контакт-центр, к которому подключены все поставщики жилищно-коммунальных услуг Брестской области. В том числе сейчас это уже и энергетики, и газовики. Основная задача – это создать единую точку входа для всех обращений граждан, касающихся жилищно-коммунальных услуг и благоустройства населенных пунктов области. То есть теперь уже 5 лет как не надо знать множество номеров, достаточно знать один номер 115, по которому можно оставить заявку о любой проблеме, которая касается жилищно-коммунального хозяйства. Для жителей Брестского региона такая система очень удобна. Не нужно искать номера Дома управления, ЖЭСов и прочих служб, куда они обращались раньше. Набрал короткий номер 115 и можно быть уверенным, что с проблемой обязательно разберутся. Пропала вода – направят заявку в водоканал. Отключили свет – к вам направят бригаду из электросетей. Не зря службу 115 справедливо называют скорой коммунальной помощью. Она открыта к диалогу с горожанами круглосуточно, без праздников и выходных. Операторы принимают заявки, регистрируют обращения и моментально передают их в обслуживающие организации. В основном люди обращаются по вопросам отключения воды, света и уборки подъезда. А в зимний сезон – самая актуальная проблема – отопление. У нас на сегодняшний день наиболее актуальные проблемы, которые поднимает население – это отсутствие освещения в местах общего пользования, то есть это где стоят обычные лампы накаливания. На данный момент происходит плановая замена на светодиодные светильники. То есть у нас ежегодно на 10-15% эта тематика сокращается. Но все равно составляет большой объем в общей массе заявок. Также это вопросы горячего водоснабжения, то есть температуры горячей воды и, наверное, благоустройство в целом. Если мы возьмем и дороги, и какие-то малые архитектурные формы в виде урн и скамеек. То есть это вот такие вопросы, по которым чаще всего люди обращаются. Нашей съемочной группе удалось понаблюдать непосредственно за работой сотрудников Единого областного контакт-центра 115. В этот день несла службу диспетчер Юлия Шабатура. Девушка работает в контакт-центре с самого начала, с 2018 года. И за все время ни разу не думала ее сменить. Она считает, что помогать людям – ее призвание. Чаще всего мы больше времени проводим на работе. Работа – это уже как дом. Каждая работа каким-то образом связана с общением с людьми. Здесь она, скажем так, в более серьезных, глобальных моментах, потому что здесь не только общение, но и помощь, и внимательность, и принятие каких-то серьезных решений. Понимаю, что это работа. Люди, каждый со своим характером, у каждого своя проблема. И жизненная, скажем так, ситуация тоже. Поэтому входишь в положение, где-то успокаиваешь, где-то принимаешь решение, что с человеком иногда бывает невозможно разговаривать. Поэтому разные ситуации бывают. Чаще всего мы стараемся обойти конфликтную ситуацию, найти какой-то хороший выход из положения. И мы, и они остаются с довольными. В контакт-центре есть и те, кто свою деятельность начал совсем недавно, но уже успел показать свои навыки в компетентном общении с горожанами. У нас очень хороший дружный коллектив. Если кто-то там, какой-то диспетчер не может помочь заявителю, мы стараемся помочь всем коллективам. За счет этого у нас очень все хорошо, очень дружный коллектив. Когда я пришла сюда молодым специалистам, мне помогли освоиться в команде. Я хочу здесь остаться в дальнейшем, потому что мне, в принципе, нравится эта работа. Очень даже я люблю помогать людям, оказывать им помощь. Так что в дальнейшем я хочу здесь остаться и работать дальше. Если у вас что-то случилось, набирайте на телефон цифры 115. Вам обязательно ответят. Зафиксируют обращение и передадут по принадлежности. Скорая коммунальная помощь приедет на выручку. Ведь жилищно-коммунальное хозяйство начинается именно здесь. Природа – это наш общий дом, а проблемы окружающей среды – это то, что касается каждого. Именно поэтому с 20 марта по 21 апреля в нашем городе проходит ежегодный месячник по благоустройству. В это время неравнодушные брещане, представители власти, общественных объединений и различных субъектов хозяйствования объединяют свои усилия по наведению порядка на территории города, принимают участие в его озеленении и различных экологических акциях. Одно из таких мероприятий было инициировано Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его приурочили к Всемирному дню водных ресурсов и провели в акватории в пойме реки Муховец. Подробности в материале выпуска. Главное богатство Брещены – это ее природа. Более 600 величественных голубых озер и 279 извилистых рек. Среди них и Муховец – самый большой приток реки Западный Буг в Беларуси. Эта водная артерия украшает Брест, Кобрин и Жабинку. Является излюбленным местом туризма, семейного отдыха и рыбной ловли. Здесь можно отправиться в экскурсию на теплоходе Гродно. И на ней расположена одно из самых красивых мест и визитная карточка Бреста – набережная Франциско-Скарины. Поэтому акватория и прибрежная зона реки была выбрана местом проведения экологической акции во Всемирный день водных ресурсов. Водные ресурсы – это, наверное, одна из самых чувствительных и самых значимых составляющих именно природной структуры и, в принципе, окружающей среды. Это как индикатор, она очень ярко и быстро реагирует на все виды изменений и антропогенное воздействие. Поэтому сегодня мы решили навести здесь порядок, потому что, как говорят мудрые люди, убрать за собой – это обязанность каждого гражданина республики Бреста. То есть, убрать мусор за нерадимыми гражданами – это, наверное, в этом зазорного ничего нет. Это есть, наверное, проявление этого патриотизма у людей к родине. Акция была инициирована Брестским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Её поддержали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира, областного центра гигиены и эпидемиологии, а также представители МЧС и Освода. Перед участниками акции стояла непростая задача по уборке акватории реки. Мы по роду своей деятельности довольно-таки нередко встречаем факты засорения береговой отмели в наших водоемах Брестской области. Но основной причиной этому является нерадивость отдельных рыболовов-любителей, которые приходят, но за собой не убирают мусор, тем самым нарушают правила любительского рыболовства. Сегодня мы специально идём по реке в черте города Бреста. И не только убираем этот мусор, но и также проводим профилактическую работу с рыбаками, для того, чтобы они соблюдали правила любительского рыболовства и не засоряли наши берега. А в это время на уборке прибрежной территории реки в её пойме, которая является особо охраняемой зоной, трудились студенты специальности природоохранная деятельность. Пластик, бутылки, пакеты и прочий мусор – это точно не то, что украшает и идёт на пользу окружающей среде. И будущие экологи не намерены с этим мириться. С разных сторон моста, по всей Катропе мы убираем территорию от загрязнения, от пластика, от стекла, на то, что не разлагается и губит нашу природу. Мы всегда готовы помочь, участвовать в подобных мероприятиях. Ну и не только под патронажем, например, комитета, но и мы проводим такие мероприятия самостоятельно. В прошлом году где-то мы собрали, наверное, около 500 килограмм мусора – это бутылки стеклянные, пластик. И в позапрошлом году, как правило, осенью, весной мы на своей земле наводим порядок. Действительно, природа – это наш общий дом, а проблемы окружающей среды – это то, что касается каждого. Поэтому в их решении должны быть заинтересованы не только власть и экологические службы. Важно, чтобы общество пришло к осознанию, что чисто и красиво там, где прилагают усилия, чтобы сохранить и приумножить эту природную красоту. Брещено богато талантливыми людьми. Одни из них – удивительная семья художников Светланы и Геннадия Вяль. Это прекрасный творческий тандем, который находит вдохновение друг в друге и вот уже 45 лет создает неповторимые произведения искусства. На этот раз Светлана Викторовна и Геннадий Игоревич представили жителям Бреста совместную выставку «Корунковая история», приуроченную к юбилею семейной и творческой жизни. Она прошла под девизом «Нам по 65, 45 мы вместе». Необычным стал и формат проведения мероприятия. Всех гостей попросили прийти в джинсовой одежде. А почему это было так важно для главных героев мероприятия, расскажет сюжет нашего выпуска. Оптимистическая история или путешествие по 45 годам семейно-творческой жизни. Так тепло характеризует совместный с супругой Светланой юбилейный проект, признанный художник-график международного уровня и просто любящий муж Геннадий Вяль. Путешествие в эпоху нашей молодости, когда мы ходили в джинсах, плясали, танцевали на дискотеках под виниловые диски, тащились под хард-рок. Именно поэтому гостям предлагалось прийти на мероприятие в джинсовой одежде, послушать виниловые пластинки, вместе погрузиться в прошлое и, конечно же, насладиться работами двух удивительных и непохожих в своем творчестве, но, безусловно, талантливых и близких по духу людей. Раз в пять лет мы проводим юбилейные выставки. Собирались мы уже с прошлого года. Эту выставку мы решили сделать как ретроспективу, немножко залезть в историю, потому что у нас и тема джинсовая – это наша молодость, и фотографии мы подняли нашей молодости, и работы некоторые, те, которые делались очень-очень давно, когда мы еще молодыми были. Ну вот, работ у нас 110, а вместе нам 130. Чуть-чуть не дотянули, но и не вместили бы. Оказалось, что зал на 130 не рассчитан. На выставке представлено 66 работ Геннадия Вяля, члена общественного объединения «Белорусский союз художников». Более 30 лет его неповторимые гравюры представляют искусство белорусского эстампа на республиканских и международных графических выставках, конкурсах и конгрессах. Они отмечены многочисленными призами, наградами и широко известны среди ценителей искусства. У меня здесь 66 работ. Вот они как раз ретроспекцию такую представляют нашей творческой жизни. Я занимаюсь, то есть круг моих творческих интересов – это гравюра на металле, это форт, цикл, ностальгичные памятки. Здесь как раз уже появляется новая техника. Если раньше это было травление кислотой, то есть печатная форма, она травилась в кислоте, то теперь всё делается вручную. Техника медцетинта называется. Я мечтал о ней давно, но она просто сложнее. Светлана Вяль, в отличие от мужа, занимается ручным художественным ткачеством и возрождает уникальный вид древнеславянского народного декоративного искусства – вытянанку. Её сложные работы буквально завораживают. Они выполнены тонко, изящно и представляют собой невероятно притягательные ажурные узоры и образы из бумаги. У любого человека за жизнь накапливается много мыслей, много каких-то переживаний. И их надо уметь выплёскивать. Так как мы стали пенсионеры, мы стали свободны, мы стали делать, что хотим. У нас есть очень много времени делать, что мы хотим. И поэтому мы начали выплёскиваться. Вот все наши эмоции, которые, может, были чем-то зажаты раньше, они начали в творчество выплёскиваться. Ну и так как у тебя очень много свободного времени, чтобы это свободное время тебя не задушило, не превратило в тот же самовар, просто стоящий, ну каждый пенсионер должен себе найти творчество какое-то и заниматься этим. Впечатление от выставки такое, скажу, даже ошеломляющее. Очень профессионалы высокого класса. Я считаю, для Бреста это гордость, это большое достояние, что у нас есть такие мастера. График международного класса. Ну, а вытянамки и гобелены Светланы Вяль тоже говорят сами за себя. Она народный художник. Поэтому, что я хочу сказать, чтобы люди приходили больше и смотрели. Здесь есть на что посмотреть. Это настоящее и мастерство, и искусство. Увидеть, как органично переплелись в проекте два творческих начала и убедиться в том, насколько может быть удивительной силой искусства, прикоснуться к таланту мастеров Вяль можно будет до 16 апреля в выставочном зале на Советской. Ну а авторы выставки не сомневаются, что впереди у их тандема еще много творческих проектов и побед. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Но мне остается только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Виталий Матюшин, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин